Видите, друзья, утреннее, действительно, утреннее солнце. Трасса практически еще в тени, и только вот верхушки гор у нас освещаются в такой ранний час. Но самое главное, что все в порядке, и погода в том числе. Мы прерываемся ненадолго и вернемся в Цаухэнзэ. Возвращаемся в Цаухэнзэ, продолжаем нашу прямую трансляцию. Посмотрите еще разок, какие прекрасные виды здесь открываются. Вот с этой вершиной, которая называется Гамскогель. Она, так сказать, нависает буквально на Цаухэнзэ. Ну а вот из этого кафе, посмотрите, друзья, очень интересный момент. Прямо из кафе, практически из горного кафе установлен старт сегодняшней первой попытки в супергиганте. Мы видим девушки тут, видите, можно одновременно и отдыхать, и чайку попить, и прямо из кафе стартовать. Фактически в этом плане в Цаухэнзэ очень интересная трасса. Ну, конечно, нам Венди Холденер показывают. Венди тоже, безусловно, комбинация лучшая дисциплина. Она у нас и действующий чемпион мира в Энди, и у нас и действующий чемпион олимпийских игр на месте. И в хорошей форме это Мишель Гизин. То есть, посмотрите, сколько у нас в этом виде, в комбинации серьезных соперниц прямо сегодня. Ну, и, конечно же, Микаэла Шифрин, которая как-то вот у нас сегодня почему-то в кадр пока не попадает. Надеюсь, выйдет все-таки на старт. Микаэла, она заявлена сегодня под 21-м стартовым номером. Ну, и такое раннее утро. Видите, еще даже зрители тут, ну, самые-самые фанаты. Они, конечно, наверное, уже с 8 утра тут находятся. Но, еще раз повторюсь, очень рано, многие еще, наверное, не добрались. Ну, ко второй попытке, я думаю, зрителей будет здесь гораздо больше. Ну, а сейчас, друзья, Николь Хосп. Наконец-то мы опять вспоминаем эту фамилию. Николь Хосп нам показывает, буквально показывает с камерой, вот, не знаю, на шлеме или с камерой в руках, она показывает нам сегодняшнюю первую попытку супергиганта. Ну, вот видите, вот этот трамплин, который еще остался со вчерашней трассы скоростного спуска, он тоже присутствует. Ну, полотно одно и то же, я думаю, вы понимаете, то же самое полотно. Единственное, конечно, другая расстановка ворот, гораздо больше виражей, чем было в спуске. Хотя я не сказал бы, что вот так вот принципиально много. Судя по всему, то, что мы видим на кадрах, такая свободная постановка. Я, кстати, сразу же к месту, думаю, скажу, что поставил вот этот вираж панорама. Один из самых сложных вчера был. Да и сегодня, видите, он достаточно скоростной. И поставил вот эту трассу тренер итальянской команды Джованни Фельтрино. И у нас 37 контрольных ворот. Ну, так, в общем, тоже серьезное число виражей. И вот этот финишный спад, который вчера проходился почти прямо, мы это видели, со скоростью 126 км в час. И сегодня здесь стоят виражи, ну, такие вытянутые. И я думаю, скорость будет за сотню-то. Это даже без вопросов. Давайте посмотрим на кадры вчерашней жеребьевки. Открывать соревнования у нас будет Патрисия Дорщ. Я напомню, что выбирали стартовые номера спортсменки Рахель Копп, Рамона Зибенхофер. Еще раз напомню, выбор номеров по именно комбинации, по рейтингу комбинации. Они супергиганты или слалома, сами понимаете, отдельная квалификация. И Федрико Бриньоне будет стартовать под девятым. Одиннадцатый у нас Петра Вылхова получает. Тринадцатый номер Ронни Реме из команды Канады. Мишель Гизин с хорошим настроением. Как мы видим, будет стартовать пятнадцатый. Семнадцатый номер у Кайса Викхоф Ли. Ну и девятнадцатый номер у Марты Басина. Ну вот, видите, все нечетные номера с первого по девятнадцатый, как положено, это как раз сильнейшая десятка. Именно по зачету комбинации. Ну а сейчас мы уже видим весь стартовый протокол. Здесь еще спортсменки, которых мы сейчас на экране не видели. Вот видите, Невена Игнатович. Ну и, конечно, очень важно, Микэло Шифрин и Софья Годжа. Вы видите, друг за другом после первой группы. У них нет, кстати, у Шифрина и у Годжи нет таких серьезных очков, чтобы выбирать номер. Ну, тут понятно, даже Шифрина не во всех комбинациях участвовала. Вот так вот выглядит еще раз очень красивое место старта прямо из кафе. Ну и остается сказать остальные технические параметры. Друзья, значит, у нас перепад высот почти 500 метров. Для супергиганта это очень серьезная цифра. Ну а первая спортсменка уже готова. Патриция Дорщ, представительница команды Германии. Как вы видите, она на старте. Пятая была. Вот нам по результатам мы сейчас прекрасно понимаем, почему она в сильнейшей группе стартует. Да, вот пятое место было в прошлом году в Кран-Монтане в комбинацию Патрисий Дорщ. Ну а сейчас давайте посмотрим, какова расстановка ворот. Что за трасса у нас получилась в исполнении тренера итальянской команды. Да, в техническом плане, конечно, очень сложная дистанция. Тут и в спуске-то, когда виражи вытянуты, очень длинные, приходится непросто. А уж в супергиганте малейшая ошибка тут по траектории. Могут быть, конечно, серьезные проблемы. Ну серьезные проблемы это с попаданием в ворота, естественно. Не то, что тут мы предрекаем то, что кто-то собирается падать или еще что. Вот, 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 вот. Видите, не вписывается. Вот то, о чем мы говорили, друзья. Вот первый же номер не вписывается в траекторию. И достаточно много, я считаю, потеряла немка. Ну вот еще одно подтверждение того, что первый номер в супергиганте. Это, конечно, очень тяжелая позиция. Это сейчас практически все спортсменки, я думаю, посмотрели по мониторам, посмотрели, уточняя траекторию, где будут трудности. И вот немка это всем продемонстрировала, что трудности на трассе действительно есть. Вот как раз этот момент. Видите, вот отработанный снег туда. Сюда она попадает и, конечно, теряет скорость. Следующая у нас Хазар. Австрийская команда. У австрийек, как вы понимаете, домашний этап. Вчера у них, ну просто, не знаю, как назвать. Серьезнейшее поражение. Вот, наверное, как еще можно назвать результаты, когда в скоростном спуске у австрийцев лучшее девятое место. Представляете? Блистали вчера итальянки и швейцарки. Вот сегодня австрийки наверняка. Ну, в этом можно даже не сомневаться. Полны желания взять реванш. Тем более состав у них опять большой. Состав достаточно опытный. Ну, как все получится, трудно тут предсказать. Кардахазер. Ну, давайте посмотрим. Вот эта комбинация. Четверо ворот таких скоростных виражей. Видите, скорость у вас идет на экране, кстати. Это очень здорово для ориентировки. Виражи проходятся на скорости 90 км в час. А вот здесь на финише будет еще и больше. Да, ну вот ожидали мы, конечно, улучшения. Потому что немка совершила очень серьезную ошибку. Австрийка, видите, тоже, в общем-то, не без проблем. Но все равно на более чем на секунду быстрее. Рахель Копп из команды Швейцарии. Ну, не очень известная спортсменка. В принципе, у Рахель есть только один лучший результат. Как раз вот комбинация. Четвертое место тоже у нее было в Кран-Монтане в прошлом сезоне. Ну, как и во всех других горнолыжных дисциплинах, мы видим, что есть приоритеты, да. Есть спортсменки, которые не в гиганте, там, не в спуске. В таких более массовых, я бы сказал, дисциплинах. Что значит массовых? Ну, по количеству стартов, да, в Кубке мира. Мы с вами знаем, что в первую очередь скоростной спуск. Девять там стартов с Лалом, девять в комбинации. Хотя тоже много мы переживали еще в прошлом сезоне, что вообще комбинации, помните, не будет как дисциплины. Были такие мысли в руководстве Федерации международной. Ну, вот, слава богу, переиграли в том году. И даже добавили. Как-то последние сезоны две, ну, максимум три комбинации проводилось. В этом сезоне четыре комбинации в календаре женском. Ну, это уже такой, в общем-то, действительно настоящий отдельный Кубок мира разыгрывается в этом виде. Но еще раз повторюсь, первая же комбинация была отменена в этом сезоне в Эльдезере. И как-то вот не нашлось больше организаторов, кто бы проводил эти соревнования. Так что я боюсь, что вот на цифре три, три этапа в комбинации так, наверное, и останется в календаре. Кубок проигрывает, ну, примерно так же, как и немка. Честно говоря, мы от нее многого-то и не ожидали. Но мы видим, что Хазер с кем-то тут уже делится своими впечатлениями. С Анной Файт, кстати. Да, я еще вижу такая девушка очень знакомая. Просто как-то сразу было не узнать Анна Файт там на финише. Ну, Анна сегодня не заявлена, по-моему, да? Где у нас Файт-то? Присутствует, мы видим, конечно. Вот прямо на финише Анна Файт. Что, опять проблемы, что ли, со здоровьем? Попытаемся выяснить этот вопрос. Ну, у нас Роман Амирадоли. В единственном числе в первые двадцатки. Ну, абсолютно та же ситуация. Мы и вчера об этом говорили, что нет сейчас в команде Франции достаточного количества сильных спортсменок. Ну, еще, я думаю, вы знаете, кто не знает, друзья, то болельщики от французской команды сейчас еще расстроятся. Я напомню, что Тесса Ворли сделали операцию. Она выбыла почти до конца сезона. Пока неизвестно, как все это будет. И так что серьезные проблемы в женской французской команде. Вот видите, главный лидер Тесса Ворли. Ей сделали операцию на колени. Ну, там при благоприятном исходе вернется в марте месяц. А может и вообще до конца сезона не появиться. Так что совсем-совсем у францужинок дела неважные. Рамон Азибенхофер. У которой вчера, как ни странно, тоже не получился скоростной спуск. Лишь 11 место. Хотя вроде бы и готова. И сама в интервью говорила. И тренировочный заезд позавчера выиграла. В скоростном спуске Рамона Азибенхофера. А вот во время соревнований не получилось. Ну, впрочем, как и у всей австрийской команды. Об этом мы уже говорили. Азибенхофер, конечно, в супере не так сильно, как в скоростном. С лалами тем более. Поэтому я не знаю, насколько можно ее шансы в комбинации рассчитывать как серьезные. Хотя она в десятках была. Была в 2018. Два года назад Лэнцер Хайде. Восьмое место у нее. Хорошо, красиво здесь стоят. Ритмично и быстро. Вот эти пять ворот на главном спаде, на финишном. Ну, очень чисто их надо проходить. И со скоростью 100 км в час, как вы видите, лучшая скорость. То есть Зибенхофер. Да, и это уже очень приличный заезд. 1.28. Мы вот смотрели, Хазер выиграла, да, у первых двух участниц. А тут еще настолько же быстрее проходит Зибенхофер. И это уже, наверное, вот этот результат. Такой очень серьезный ориентир. 1.14.32. Интересно, почему бы Балаклавой закрыл лицо тренер австрийской команды? Ну, наверное, так ему обидно еще со вчерашнего дня за результаты, что он аж скрывает лицо у нас австрийский тренер. Наталья Гребли из команды Швейцарии. Тоже не очень широкой публике известное имя Наталья Гребли. Хотя она, в общем-то, не первый год уже в команде, но так все время на таких очень скромных позициях. Поэтому мы как бы не заостряли вниманием на ее выступлениях. И вот тяжело, тяжело очень ей приходится. Посмотрите, он вот буквально не справляется. И тут на панораме, на главной связке трудной, скорее всего, сейчас нам на третьем отрезке покажут. Ну, нет, вы знаете, я думал, больше будет проигрыш. 38. Пока не так уж и много она проигрывает. Да, скорость намного меньше, а значит, проигрыш, конечно, будет больше на финише. Да, секунда получилась. Хоть и второй результат, но отставание приличное. Целую секунду. Это при том, что у нас еще такие главные-то фавориты не стартовали. Ну вот, один из главных фаворитов комбинации, это, конечно, Венди Холденер. Чемпионка мира. Победительница двух этапов Кубки мира. На Олимпиаде была третья, по-моему. Да, третий олимпийская чемпионка. У нас Гизин Шифрин на Олимпиаде была второй. Ну, посмотрите, все на месте и все сегодня соревнуются. Все титулованные. В том числе и олимпийская чемпионка в супергиганте, Стерли Децка. Хорошее начало, Венди. Кстати, вот по формату комбинации, друзья, еще просто... Мы помним прекрасно, у нас зачастую в комбинацию входил скоростной спуск. Ну, изначально-то вообще только скоростной спуск. Потом, помните, стали чередовать у женщин с супергигантом. А вот в этом году четыре комбинации, и все в формате супергигант и с лалом. То есть нет уже в комбинациях скоростного спуска. Это вот, кстати, тоже новое решение организаторов Кубка мира. Но это на руку таким людям, как Шифрин, я думаю. Шифрин, в общем-то, чистые спуски не очень-то приветствует. Поэтому супергигант для нее, конечно, дисциплина комфортная. Ух ты, две сотки выигрывает у Австрики. Практически равный заезд, да, получился. Ну, вот и становится нам интересны первые расклады. Посмотрите, да, Холденер и Зиббенхофер прошли практически одинаково, да. Первую попытку только что... А с лалами, ну, тут сравнивать даже нельзя. Холденер, конечно, намного сильнее. Вот они уже для комбинации первые расклады у нас получаются. Николь де Лага, которая с лалом почти не ходит. Ну, вот, сами понимаете, значит, у нее какой... Какой может быть выход? Ну, в принципе, выигрывать бы надо, да, супергигант, чтобы с лалами иметь хоть какой-то запас. Хотя и даже при этом, мне кажется, у Николь шансов не очень много. Ну, самое главное, она вчера. Вчера второе место показала для нее. Это, конечно, суперрезультат. Второй раз в карьере. Николь де Лага, ну, можно сказать, уже говорить, что потенциальный лидер. Конечно, Софья Годжа по-прежнему, без вопросов, лидер в скоростных дисциплинах у команды Италии. Но вот намного более молодая де Лага, согласитесь, тоже здорово прогрессирует. Всего лишь 23 года. Николь, кстати, ее сестра, теперь уже практически постоянно выступает тоже в Кубке мира. Младшая сестра. Ох, как много проигрывает. Кажется, вот стойка, напор, все есть, друзья. Ну, прохождение крутых виражей, ну, я смотрю, ну, практически нигде чисто-то она не прошла. Вот и отсюда такой худший результат у Николь де Лага. То есть молодость, напор, смелость, все это присутствует. А вот, видите, вот это никуда не годится. То, что нам сейчас показывают. Боком, практически боком, главные ключевые виражи при таком исполнении шансов нет. Так, снежку за шиворот. Ну, это такой, в общем, любимый жест на старте у тренера. Взбодрить спортсменку надо. И стартовала у нас Бриньоне. Федерико Бриньоне. Я уже говорил, что если брать два предыдущих сезона, сезон нынешний, пять, было у нас комбинацией, и три раза из пяти побеждала именно Бриньоне. Но это мы, в общем, давно уже знаем. Одна из не очень многих спортсменок, которая выступает во всех дисциплинах, как и Шефрин, и выступает, в принципе, достаточно успешно. Ну, ах, какая здесь ошибка по траектории. Не знаю, почему она так поздно зашла в вираж. Пришлось выкручиваться. А до этого отрезок-то был очень даже приличный. Видите, в зеленой зоне Бриньоне. Ну, здесь еще один отрезок перед самым финишем. Нет, все равно молодец, да. Все равно она идет заметно быстрее. Да, пожалуй, на лучший результат идет Федерико Бриньоне. Полсекунды, очень прилично. Выходит из одной четырнадцати у нас Бриньоне. И это, конечно, уже заявка. Заявка на... Ну, итоговый результат я имею, опять же, по сумме двух попыток, друзья. Давайте не забывать. Все-таки комбинация. Одна попытка, это, конечно, хорошо. Но главное, это сумма двух. Ну, с Лалом Бриньоне ходить умеет. Она, конечно, не лучшая в мире, но очень приличная Саломиска. Илка Штуац. Которая с трудом вчера в десятку попала. Ну, мы знаем, что Илка-то она, в первую очередь, специалист вот этих длинных дисциплин. Скоростной спуск, обладатель Кубка мира и чемпион Кубка мира. Тут все с ней ясно. Но вот начало сезона у нее было неудачное. И вчера многие специалисты говорили, что она даже и на десятку-то не готова. Не то, что на пьедестал. Но вот в десятку попала. Хотя для нее это не самый еще, конечно, уровень. Пока не в самой лучшей форме спортсменка из Словении. Ну вот как набирается, набирается отставание. Затягивает, затягивает. Посмотрите, вот по нижней траектории. И здесь, и здесь. Ну все, все, все. Смотрите, вот подтверждение. Вот мы, конечно, не могли предполагать, что вот этим закончится сходом. Но предположение-то было перед стартом, я говорил, что не лучшая форма. В том числе физическое, наверное, состояние. Потому что она, видите, не могла даже особо сопротивляться. Вот центробежной силе два виража нижней траектории и все. И мимо ворот. Да, Юлкин надо как-то переоценить ситуацию. Пока еще не поздно. Еще разгар сезона. Еще мы даже до половины Кубка мира не добрались. Поэтому у Штухец есть абсолютно, есть время все обдумать. Как-то все себя перезагрузить. Ну что ж, Бриньоне у нас лидеры. Холденер на втором месте. И сделаем небольшую паузу. Продолжаем нашу прямую трансляцию. Итак, Петра Вылхова продолжает у нас соревнования. Одиннадцатый стартовый номер Петра Вылхова. Ну, вы знаете, интересную тактику тоже выбрала Петра Вылхова. Она здесь приняла участие в тренировочных заездах. А на сам старт, на вчерашний старт скоростного спуска не вышла. Ну, обкатывала склон, наверное, именно для сегодняшнего дня. Привыкала к рельефу. По-другому, в общем-то, трудно предположить. Очень тоже важная первая попытка. О силе Петры Вылхова и с лалами нам даже рассуждать не приходится. Она у нас на уровне шифрин. А вот супергигант, вы знаете, ну, как-то фифти-фифти часто бывает. Иногда получается у Петры более-менее, иногда нет. Ох, как-то здесь лыжи у нее так расходятся дважды причем. С хорошим напором стартовала. Опа, друзья, ну вот это вообще глупость. Ну, не Петры, друзья, не Петры. Это опять, мне кажется, вот такая вот неудача с креплениями. Неужели раскрылись? Да, похоже по всему. Но сейчас, я думаю, на повторе будем с вами разбираться. Очень обидный момент и очень опасный момент, безусловно. Вот, посмотрите. Но здесь такой шлейф от снега мы не видим. Я думаю, с другой позиции, с другой камеры. Вот, вот. Здесь мы хорошо увидим. Вот она упирается. Ну, в общем-то, ничего экстремального. Небольшое запоздание в вираже. Хорошо она заходит в следующие ворота. И вот здесь, да, видите, вот небольшая кочка и срабатывает крепление. Все-таки это инвентарь, друзья. Все-таки это инвентарь. И здесь вины большой, конечно, у Петры мы не видим. Обидно. Бывает это. В этом сезоне, ну, сколько? Уже 2-3 случая мы видели. В том числе на Мужском Кубке Мира. Ну, вот, видите, тут сегодня такая вот неудача произошла с одним из главных претендентов. Вот это, конечно, совсем никуда не годится. Ну, слава богу. Вы знаете, вот это как раз команда Петры Вылхова. Они нам показали большой палец. Именно потому, что они убедились, что Петра жива и здорова. Именно поэтому. Понятно. А не потому, что у нас трасса сошла. Вот, хлопают ей коллеги. Это понятно, а? Ударилось даже, да? Там что-то такое, как показалось мне, что губа даже разбита. У Петры нет. Да. Очень неприятная ситуация. Ну, что сделает Эстер Ледецко? Кстати, для Эстер, как это неудивительно, друзья, первый старт в Кубке Мира в комбинации. До этого она не принимала участие. Мы знаем спортсменка, олимпийская чемпионка в супергиганте. Спортсмен, который же в этом году впервые и этап Кубка Мира выиграла. Скоростной спуск Лайк Луиси. Ну, вот, теперь попробует свои силы и в комбинации. Сегодня Эстер, не знаю, шансы, мне кажется, не очень высоки. Но такая непредсказуемая спортсменка, друзья, и настолько, в общем-то, сами понимаете, талантливая. Иначе как? Иначе как бы можно было выиграть на Олимпиаде два золота в разных видах спорта? Я имею в виду сноуборд и горные лыжи. А Эстер Ледецко умудрилась такое сделать. Это, конечно, уникальный случай в истории. Но если вот говорить о сегодняшних соревнованиях, Ну, здесь, вы знаете, Эстер, она и супергигантик. Как ни странно, олимпийская чемпионка. Но по соревнованиям Кубка Мира она достаточно слабые позиции имеет. Ну, и с Лалом ходит тоже далеко не лучшим образом. Так что, такой, в общем, проба для нее, серьезная проба сегодня. Безусловно, хочется ей себя проявить. Посмотрим, что из этой вот задумки получится, в конце концов. Посмотрите, у нее неплохие контрольные полсекунды. По тем раскладам, которые мы сейчас имеем, это вполне приличный результат. Смотрите, атакует, она и флаги сбивает на супергиганте. Ну, что, четвертый результат. Это совсем неплохо. Обыграла она и эти, и многих спортсменок, тех, кто уже на финише. Ох, какая здесь была потеря. Ну, вот стабилизировала себя, хотя, конечно, ошиблась. Ошиблась. Хорошо нам показали этот момент. Вот, расстроенная Петра показывает нам, что не моя ошибка. Она права, друзья. Она права. Крепления открылись. Мы это прекрасно видели. Ронни Реме. Еще одна спортсменка, у которой лучшие результаты тоже именно в этой дисциплине. В комбинации Ронни Реме. Ни много, ни мало. Второе место, друзья, у нее в прошлом году. Кран Монтане она проиграла только Бриньоны. Это уже о многом говорит. Ну, что, с Лалом неплохо ходит. Вот как раз тут и ответ на вопрос. Тоже нелегко, да? Мы видим, ей приходится канатки... Ай, тоже, тоже теряет. Вот на этой сложной комбинации многие, многие, мы видим, испытывают проблемы. В том числе и канатка. Ну, надо, меньше секунды. Если в районе секунды, это все терпимо. Нет, две. Две вот это уже многовато. Потому что Холденер, сами понимаете, с Лалом... Если даже канатка прыгнет выше головы и пройдет с Лалом на уровне Венди Холденер... Сами понимаете, вот этот проигрыш в супере, он никуда не денется. Жасмина Сутер, представительница большой горнолыжной семьи Сутер. Кстати, главное действующее лицо в семье Сутер, победительница вчерашних соревнований, Корин. Она не участвует в сегодняшних соревнованиях. Ну, Корин, она чистая спусковичка. Она вообще с Лалом не тренирует, не ходит. Поэтому понятно, что и смысла нет на комбинацию выходить. А вот младшая, Жасмина, видите, с трассы вообще сходит. Да, не всем, говорится, по зубам, да? Быстрый сегодня получился технически трудный супергигант. Вот стоило неправильно, слишком резко атаковать ворота. Видите, и уже траекторию вела ее прямо мимо ворот следующих. Ох, как Мишель-то настраивается. Мишель Гизин, а? Ух ты, посмотрите, она даже сама про себя что-то вот говорит. Нам даже слышно, как-то себя настраивает какими-то словами, видите. Еще одна спортсменка. Вот мы говорили, что немного у нас мастеров, которые ходят все дисциплины. Вот отмечаем, в первую очередь, Шифрин, Бриньоны. Ну и, конечно, в эту же кампанию в обязательном порядке зачисляем Мишель Гизин, олимпийскую чемпионку. Спортсменку, которая в равной степени может на пьедесталы в скоростном спуске попадать и в слалами. Что она, кстати, уже сделала и в нынешнем сезоне. Вчера она была третьей в скоростном спуске. До этого третьей была в слалами, в линзе, друзья. Вот вам и ответ. Ох ты, вот это да. Вот это обидно, вот это неожиданность. Один из главных фаворитов у нас тоже пропускает ворота и сходит с трассы. Причем в той же точно комбинации. Вот-вот-вот. И причем как под копирку, как и предыдущая у нас спортсменка. Да. Сутер, Гизин, две швейцарки под копирочку с одинаковой ошибкой. Но Сутер-то намного. Она, конечно, намного слабее уровнем. А вот то, что Гизин то же самое сделал, это вот, конечно, уже очень неожиданно. Невена Игнятович, представляющая Сербию. Ну что, у нас практически единственная спортсменка из Сербии. В горных лыжах выступает на таком более-менее приличном уровне. И, как правило, именно в комбинации. Невена Игнятович чувствует себя достаточно комфортно. Игнятович пытается побороться. Ну, я думаю, за десяточку бы ей было бы очень даже неплохо. За десятку лучших у нее в прошлом году... А у нее, кстати, в прошлом году было 11 место, а за прошлым 10 место в Ленсерхайде. Ну, вот как раз вот тот самый уровень у нее уже второй год сохраняется. Но, естественно, хочется и получше. А почему бы нет? Друзья, посмотрите, у нас фавориты сходят с трассы. Говорится, места в десятке освобождаются потихонечку. Сошла Вылхова, сошла Гизин, Илка Штухать сошла. Очень сильные спортсменки. Да, но первая из тех, кто проигрывает аж три секунды, это, конечно, слишком много. Хотя нет, Рахиль Копп мы видели, да, вот. Первый участница, первый, третий номер совсем мы отмечали слабо. Но вот к ним Игнятович еще и присоединяется. Это те спортсмены, которые, конечно, теряют уже шансы. И, тем более, что Игнятович, ну, слалом ходит, так скажем, на среднем уровне. Кайса Викхофли. 21-летняя норвежка, которая очень серьезно прогрессирует с таким еще молодые годы, именно в скоростных дисциплинах. Кстати, вчера у нее был сход с дистанции, в скоростном спуске. Ну, как говорят и сами тренеры команды Норвегии, такая девушка, которую надо иногда просто останавливать. Ой-ой-ой, друзья, посмотрите, опять падение, опять крепление сработали. Да что же это такое у нас происходит-то, а? Ну, там опять был такой маленький рывочек перед этим, но не должны крепления в такой ситуации срабатывать. Давайте смотреть, опять же, внимательно. Вот, посмотрите. Ну, что здесь? Ну, маленькая кочка. Нет, конечно, это просто никуда не годится. Она могла травму серьезную получить. Причем, посмотрите, инвентарь-то разный абсолютно. Вот-вот-вот мы видим. Безобидная ситуация. В такой ситуации, ну, не должны крепления срабатывать. Разный инвентарь, потому что на Россиньоле выступает Петра Вылхова, мы знаем. А вот у норвежки, вы видите, сами хэт, да, и ботинки, лыжи, крепления. Совсем другой фирмы. Ситуация абсолютно такая же. Да, прискорбно, что такие вещи. Происходят. Ну, когда это один раз, да, друзья? Ну, как-то мы еще пытаемся это понять. Но вот два раза подряд у сильных спортсменок это уже что-то перебор. Так, ну, а продолжает соревнование Мари-Мишель Ганьона из команды Канады. Она тоже спортсменка, которая умеет ходить именно эту дисциплину. И посмотрите, друзья, шесть лет назад именно она выиграла здесь соревнование. Шесть лет назад, в 2014 году. Комбинацию. И, по-моему, это вообще единственная у нее победа в карьере. Мари-Мишель Ганьон. А, нет, две. Да, она еще у нее в Андорре. Вот я поправляю сам себя по статистике. Еще была одна победа в Андорре в 2016 году. У Канадки. Ну, опять же, еще одно доказательство того, что... Опа, друзья, да что ж так... Какие коварные здесь ворота. Вот синий. Посмотрите, сколько уже мы видели, да. И Гизин не попало. И вот, вот. То же самое по траектории. Но слишком подрезают. Наверху в красных надо больше дать заход. Больше места себе оставить. Ну, здесь тоже тренерский штаб должен был подсказать и обращать внимание. Если несколько сильных спортсменок в одном и том же месте сходят, то это должно быть доведено до следующих стартующих, конечно, в обязательном порядке. Ну, вот канадские тренеры прошляпили. Видно эту ситуацию. И одна из претенденток на высокое место тоже у нас сходит. Много, друзья, много для первой попытки, для супера. Ну, в принципе, мы изначально предполагали. Супергигант в Цаухэнзе это одна из самых сложных в техническом отношении трасс. И здесь, конечно... Но все равно процент великоват, мне кажется, сошедших с трассы. Да еще и по таким причинам, как открывшиеся не по делу крепления. Это уж совсем никуда не годится. Еще одна итальянка Марта Басина. Может, может, Басина побороться в комбинации. Почему бы нет? Два года назад она была призером этапа в комбинации в Ленсерхайде. Так что, как говорится, сам Бог велел повторить бы этот результат. Басина. Опа! С трудом. С трудом в той же самой комбинации. Вот эти сполки синие и красные. Да. Ну, потеряла на этом. Пришлось немножко даже притормаживать, чтобы вернуться на трассу Басина. Ну, и все равно молодец. Но она техничная, конечно. Она, как и Бриньоне, очень техничная девушка. Что там говорить? Молодец, молодец. Надо удержать до финиша. Я напомню, что у итальянок и так лидерство Бриньоне. Еще и второе место у Басина. Друзья, ну, согласитесь, вот не напоминает ли вам некоторые этапы нынешнего сезона с лалами-гиганте, да? Когда вот эти две девушки, Басина и Бриньоне, возглавляли протокол. И теперь это и в супергиганте происходит. Ну, и с той лишь разницей, что сегодняшний супергигант – это часть комбинации сегодняшней. Вот, видите, улетала за разметку, а может быть, это даже и помогло ей. Посмотрите, пришлось скинуться и могла не попадать в следующие ворота. Да. Друзья, и это все при том, что мы еще ждем старта Шифрины Годжа. Прискануфер. Не знаю, вчера в скоростном спуске совсем выглядела слабовато. Приска сможет ли она что-то в сегодняшней вот первой попытке в супергиганте сделать? Мне кажется, это под большим вопросом. Ну, тоже, то же самое, под копирочку, под копирочку делает и она. Я имею в виду сход с дистанцией, копируют ошибку Гизин и Ганьон. Двадцатый номер, кстати, у нее нагрудная. Это значит, что как раз Прискануфер завершает у нас первую группу. Первых двадцать участниц. Бриньоны продолжает лидировать. Вы видите, ее подруга по команде Басина присоединилась. Опять итальянки у нас на коне. Ну, а мы сделаем небольшую паузу. Возвращаемся в Саухензе. У нас небольшая пауза в соревнованиях. Слава богу, это не вызвана погодой. Эта пауза запланированная, в том числе для телевизионной трансляции. Друзья, и вы видите, кто у нас на старте. Да-да, сама Микаэла Шифрин, пропустившая соревнования в скоростном спуске, сэкономившая силы. Ну, будем думать, что так. И для этого это делалось. И вот попытается Шифрин сегодня побороться. Ну, за победу, наверное. А почему бы и нет? Шифрин, мы знаем. Она же и обладатель Кубка Мира. У нас не только в общем зачете, а в супергиганте тоже прошлого сезона. И не нужно никаких дополнительных доказательств в том, что она и умеет и супергигант ходить великолепно. Так что, безусловно, один из главных фаворитов Микаэла Шифрин. Ну, так, вы знаете, под маской, конечно, не очень хорошо видно, но, мне кажется, немножко так волнуется Микаэла. Ну, вы знаете, ну, а что, тоже живой человек, да, не робот же. Она же знает, что трасса непростая, что есть падение, есть сходы с дистанции. Победитель этапа в Кран-Монтане в 2017 году у нас появилась надпись на экране. И стартовала Микаэла Шифрин. Давайте смотреть внимательно. Сразу же низкую стойку максимально, трамплин немножечко с ошибкой. Слегка задрала руку, мы видим так. Ну, быстренько все поправило, Микаэла, тут вопросов нет. Ну, и вот начинается, начинается. Так, видите, начало еще трассы более-менее спокойное. Там шесть-восемь ворот, а потом вот начинается очень трудная работа. Вот здесь, ох ты, как она четко попала. Ух ты. А вот пятнышко ледяное явно там и падает. Надо же. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, друзья, посмотрите, даже Микаэла не справляется. Я думаю, больше не нужно доказательств, насколько сегодня трудный супергигант. Ну, хорошо, что такого настоящего падения не получилось. Слава богу, молодец, собралась. Вот видите, у нее здесь ледяная кочка разрывает лыжи, она опаздывает. И вот здесь ложится на бок, но так контролируя, контролируя, процесс не падает. В конце концов, шифрин. Ну, вот это фанаты, посмотрите, прямо аж перепугались тут фанаты Микаэла на трибуне. Ну, надо думать, да. Ситуация была очень такая опасная. Здесь очень тяжелый вираж, видите, центробежная сила под снос. 90 градусов налево. Очень сложно даже для шифрин мы видим. Да, удивительно, друзья, удивительно. Знали мы, что будет непросто, но не так. Вылхова сошла, Штугат сошла, Гизин, шифрин. И это уже, конечно, серьезный перебор. Ну, зато как вздохнула, я думаю, Бриньона сейчас на финише. Такая для нее складывается очень хорошая ситуация. Ну, и для Холденера, конечно. Так, я смотрю, немножко так нервно себя чувствует и Софья Годжа. Да, занервничаешь, когда и шифрин сходит перед тобой буквально. Хотя Годжа может об этом и не знать, потому что паузу не делали. Я думаю, что тренеры не стали ей это подсказывать. Абсолютно было бы глупо говорить за несколько секунд до старта. Софья Годжа. Была тоже на пьедестале почета в комбинации. Правда, давненько, давайте прямо говорить, 4 года назад в Альдезере была она третьей. С тех пор меньше, меньше тренировала она с Лалом. Мы это знаем точно. Ох ты, и у нее проблемы. Точно в том же самом вираже, как и у многих. Ну, попала она, конечно, в ворота, но потеряла очень много. Софья Годжа. Да, вот видите, сразу же у нее образовалось приличное отставание. Но отрывы большие, друзья. Даже с отрывом, ох ты, ну она еще разок промахивает мимо ворот. Очень нервный, очень нервный старт сегодня, согласитесь. И условия-то не помогают. Их отличная погода не помогает. Трасса сложная. Ну, здесь она опаздывала изначально, опаздывала. Не знаю, почему так. Опытная спортсменка должна была, конечно, понимать, что с такой траекторией просто не впишешься. Вот Микаэла тут подъехала к одному из тренеров команды США, видите, тоже. Вот они, неудачницы, нам друг за другом показывают. Годжа, Шифрин, Вылхова вот у вас на экранах покидает уже зону финиша. Для нее сегодня все завершилось. Элис Мэри Вэзер, еще одна представительница команды США, но это уже совсем другой уровень, друзья. Это вам не Брине, это не Шифрин, это не Годжа. Мэри Вэзер, ну не знаю, если дойдет до финиша, это уже будет хорошо. Потому что, кроме Шифрин, остальные девушки в команде США, они не блещут мастерством исполнения крутых виражей. Это мы уже давно знаем. И Мэри Вэзер, да, пожалуй, кто еще у них заявлен сегодня. А больше и не заявились. Ну вот видите, друзья, вот как раз подтверждение того, что проблемы с супергигантом в команде США даже не заявлены у нас. Только две спортсменки. Шифрин и Мэри Вэзер. И все. 24 номер, это у нас Нина Ортлип. Я напомню, друзья, что у нас сегодня опять очередной очень серьезный горнолыжный день. Четыре трансляции, потому что по две попытки, мужчин и женщин. Мы видим сейчас первую попытку буквально через 15 минут будем переключаться на мужские соревнования. Там сегодня опять интереснейшая гонка в Адельбодене, там с лалом сегодня. Ну и все трансляции, естественно, Евроспорт и прямые эфиры. Единственное, обратите внимание, что вот вторая попытка женская, вторая попытка комбинации с лалом, она будет у нас на канале Евроспорт 2. А остальные трансляции на Евроспорт 1. Ну вот это единственный момент, который вам надо отметить. А так, в общем-то, я думаю, все понятно. Практически все это будет идти подряд. Молодец, молодец Нина Ортлип в такой жесткой конкуренции. Посмотрите, она показала шестой результат. Для нее это успех, безусловно. Для Нины Ортлип шестое место, это прилично. Ну а что касается вообще у нас сегодня 47 спортсменок в стартовом протоколе. И вы знаете, вот в концовке, не знаю, сколько мы сможем, сколько у нас в прямой эфир поместится спортсменок. В концовке протокола интересные лица. Ну, во-первых, там и россиянка Юлия Лешкова, 44-й. Там Тина Вайратер, друзья. Сразу за ней номер 45-й. Там Элис Робинсон. Еще одна восходящая звезда, которая впервые тоже будет в комбинации стартовать, 46-й. Это как раз все последние номера. Не знаю, если времени хватит, ну, маловероятно. Хотелось бы всех перечисленных посмотреть. Ну а что касается россиянок, одна только спортсменка. А вы знаете, ответ-то простой, просто квоты нет. В скоростном спуске у нас две девушки постоянно выступают. А в супергиганте по рейтингу квоты нет. Можно только одну спортсменку заявлять. Но вот вчера на этой трассе слабо, конечно, россиянки выступили. Плешкова была 41-й в скоростном спуске вчерашнем. А Прокопьева вообще аж 49-й. Но есть такая проблема. Давайте прямо говорить. Вот как я прямо говорю про американок. У них проблема с техникой тоже самая и у россиянок. Абсолютно похожая ситуация. Как только попрямее, побыстрее, наши девчонки, видимо, смелые. И более-менее справляются. Вот, допустим, в Лэк-Луисе они в 30-ку обе попали. Но как только очень круто и техника нужна, тут проблемы. Это мы видим и знаем. На один фест. Райзингер мы видим, как Уортлип хорошо прошла. Но фест совсем. Ну, посмотрите, даже визуально видно. Как будто она, в общем-то, как... Ну, не хотел говорить, как на льду. Некоторые бывают. Прямо уж болтает ее туда-сюда. Ну, и две секунды проигрывает. Две секунды проигрывает на один фест. Ну, одна из молодых участниц австрийской команды. Ей, конечно, 21 год. Опыта не хватает еще. Ну, посмотрите, ну, разве так можно идти? А ну, вообще ничего, да? Ни углового положения, ни закантовки. Просто тупой завал такой, лишь бы попасть в ворота. Вот мама встречает Микаэлу, мы видим. Поздравила ее, даже обняла, поцеловала. Мама за то, что живая, как говорится, осталась. Ну, вы знаете, мы много рассказывали про семью Шифрина. Я помню, вот в декабре, помните, когда в Килингтоне был этап. И, кстати, тогда мы рассказывали, что у них вот бабушка, ну, естественно, мама матери, умерла вот буквально в осень, в сентябре. И как-то уже очень-очень, почти сто лет, кстати, про бабушке исполнилось Микаэлы. И вот и сама мама говорила, что я уже не могу Микаэлу сопровождать. Она уже давно-давно звезда, взрослая, и все сама знает. Но вот знаете, как только провал случился у Шифрина, помните, гигантский слалом в Куршевеле, там, 17-е место, по-моему, у Шифрина. И сразу мама все-таки прилетела опять. Прилетела дочку поддерживать. И вот мы видим, и опять здесь она присутствует. Ну, вот типично такие, да, чувства. Ну, дочь, ну как бросить в тяжелой ситуации. Хотя Микаэла опять начала все выигрывать, мы знаем, в Линце, да, дубль сделала недавно. Единственное, что опять проиграла Вылхова и в Загребе, но это уже другой вопрос. Вылхова просто сейчас настолько же сильна, как и Шифрин с Лалами, так что здесь особо... Особо... Но жалко, да, что мы не увидим Невылхову и Шифрин на второй попытке. Обе сошли с трассы. И обе чудом избежали травм, я бы так прямо сказал. Потому что особенно у Вылхова такое неожиданное падение, когда ты теряешь лыжу, да. Абсолютно неожиданная ситуация. В таких ситуациях часто бывают и травмы. Ну, обошлось, слава богу. Аргентинка Симари Биркнер Макарена. Представительница тоже огромной горнолыжной семьи из Аргентины. Как минимум пять человек за последние годы. Ну, уже больше десятка лет, конечно, мы с вами смотрим горные лыжи. И видели, да, и три сестры под фамилией Симари Биркнер. И два брата еще до этого выступали. Поразительная массовость, да. Ну, аргентинцы, что про них сказать? Они на уровне, конечно, они чемпионы постоянно Южной Америки. Ну, вот это уровень. Ну, понимаете, что чемпион Южной Америки, он в Кубке мира, ну, где-то на последних позициях. Вот такова ситуация. Она, в общем-то, не меняется. Лаура Гош. Француженки. Француженки у нас одна за другой. Две участницы. И посмотрите, вот подтверждение того, что они даже квалификацию имеют хуже, чем у аргентинки. Вот это удивительно, да? Спортсменки из Франции. Рейтинга послабее, чем у Симари Биркнер. Ну, хотя бы десятое место для Лауру Гош. Хотя бы десятое место. Она даже Миродоли обыграла. Удивительно тоже. Еще одна француженка, Тиффани Ру. Ну, тоже, вы знаете, дебют, практически дебют вот этой спортсменки. Она в прошлом году один раз только стартовала в Кубке и как раз в комбинации. Вот видите, ее привлекают на Кубок мира именно для комбинации. Вот эту спортсменку, видимо, в отдельных дисциплинах еще она не может на высоком уровне. Но вот в комбинации по сумме двух разных видов, может быть, какие-то шансы у нее есть. Ну, тоже из молодого поколения совсем Тиффани, 22 года ей. Ну что, а, кстати, может быть, и неплохой результат Тиффани Ру. Ну, да нет, шестнадцатая, это уже не то. Обыгрывает она Николь де Лага, но это не показатель, конечно же. Так, а это уже начинается у нас четвертый десяток. Ну и Виктория Ребензбург, как ни странно, друзья, посмотрите. Нет у нее рейтинга, поэтому нас это не должно удивлять. И что такое? Что такое? Я уже, честно говоря, со счету сбился, друзья. Я имею в виду вот это непопадание вот в эти синие. Считали мы с вами раз, два, три, пять. По-моему, уже больше. Уже больше. И в том числе и такая сильная спортсменка, как Ребензбург. Да, если бы был рейтинг сошедших с трассы, друзья, то он у нас просто сумасшедший. Ребензбург, Годжа, Шифрин, Вылхова, Сутер, Гизин. Это список лучших карнолыжниц мира, можно сказать. А на самом деле это список тех, кто сегодня с трассы сошел. Да, сегодня вот я вам уже говорил, что у нас всего 47 спортсменок. И сегодня, посмотрите, для дальних номеров шансы очень хорошие в тридцатку попадать. Потому что если так все пойдет, у нас всего-то 30 участниц будет. Это значит, что дойти до финиша, да хоть 10 секунд проиграй там, и все равно будешь с очками Кубка мира. Но я думаю, многие сообразят из последних номеров, так и поступят. Хотя там есть на самом деле сильные люди. Ну, посмотрите, друзья, Тиновый оратор, однако, его стоит. 45-й номер Тиновый оратор, двукратный обладатель Кубка мира в супергиганте. Кто это у нас, в общем-то, по серьезному графику. Ида Данновиц. Ну, посмотрите, какая молодец. Ида Данновиц. Очень неплохо идет по трассе шведка. Ух ты, девятая позиция. Молодец. Ида, где же она была-то у нас? Не появлялась еще на этапах. Молодая шведка. Да, ну и, друзья, все-таки не хватает нам времени для того, чтобы всех...